Друзья мои, я от всей души приветствую вас на канале Строим Дом своими руками. Буквально займу три минутки вашего времени, но расскажу вам очень интересную тему. Вы часто говорите, что мы мало отдыхаем. В общем, сегодня мы решили сделать такой небольшой променант по нашему городу, показать вам интересные достопримечательности и рассказать, как мы вводили дом в эксплуатацию. И я думаю, кому-то эта информация будет полезна и, возможно, даже поможет. Как я вам уже говорил, у нас заканчивалась аренда, и нам необходимо было сделать какое-то движение. Либо продлить срок аренды, что было нереально, потому что с нами расторгали полностью договор, и нужно было создавать новый договор без пролонгации старого. То есть мы были, по сути, на тех же самых условиях, что и любой желающий завладеть нашим домом. Это первый вариант. Второй вариант у нас было оформление недостроя. Нам это не очень понравилось, потому как это дается всего лишь на три года, и после этого времени нам необходимо было все равно ввести дом в эксплуатацию. И оформление недостроя стоило точно столько же, сколько и уже введение в эксплуатацию нашего дома. И мы решили, конечно же, пойти по последнему пути. Еще один плюс, почему у нас начиналась амортизация имущества. Теперь, через три года, мы имеем право подать уже на первую эту апелляцию. Пересчет кадастровой стоимости. Да. Процесс ввода дома на самом деле очень простой. Первоначально мы вызвали техников. К нам приехал парень, мой знакомый товарищ, который занимается кадастровыми всеми вопросами. И отстрелял все габариты, высотные отметки и так далее нашего помещения. Далее у него было около двух недель на создание проекта, после чего нам были отданы документы и отдан диск. На котором были записаны все файлы с планами нашего дома поэтажными, по-моему, там даже, да? Да, 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 именно. И мы с этими документами, включая еще дополнительно сюда же, правоустанавливающие на землю под домом, градостроительный план участка, разрешение на строительство, акт приема-передачи, а если строительство осуществлялось по договору, справка о соответствии техническим регламентам, подается она от лица проводившего строительства. Документ о соответствии техническим условиям за подписью представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Ну и схема расположения объекта инженерных сетей в пределах участка за подписью ответственного за строительство лица. Мы поехали в местную архитектуру. Там у нас забрали все копии, выдали нам тест, на котором было расписано, из чего наш дом, материалы кровли, материалы перекрытий внешних стен и так далее. Важно отметить, что пункт 4.1 ст. 55 Градостроительного кодекса запрещает требования иных документов. В течение 10 дней с момента обращения документы проверяются, осматривается объект и выдается разрешение, либо проводится мотивированный отказ. Кстати, что интересно, друзья, если вы строите каркасный дом, то он тоже считается деревянным. Если вы строите дом из пеноблока, то он тоже считается каменным, как и дом из кирпича. То есть имеется в виду, что есть два варианта строительства. Это каменное и деревянное домостроение. По прошествии где-то двух недель нам позвонили с архитектуры и пригласили для того, чтобы мы забрали наш проект. После чего мы поехали в МФЦ. В общем, в МФЦ мы заплатили 300 рублей, по-моему, за весь наш дом и сдали наши документы. Нам сказали, через месяц приходите. Написали точную дату и точное время. Логично было бы понимать, что когда мы приехали через месяц, мы получили все документы. По факту мы уже были полноправными владельцами нашего адреса. В принципе, на этом закончилась тема по оформлению дома. И также это все проходит у любого нормального человека. Но, как вы видели вот в этом видео, наверное, где я рассказывал про материнский капитал, у нас было... Обязательство. Обязательство, правильно слово называется. Я все обременением его называю. И в этом обязательстве было сказано, что мы обязаны выделить доли для каждого ребенка в нашем доме. И мы обязаны это сделать в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию дома. Это обязательно. У тебя шесть месяцев и что? А дальше рассказывает Евгения. А дальше началось выделение долей с помощью нотариуса. В общем, ладно, смотрите, ребята, мы в момент, когда мы оформляли материнский капитал, мы обращались к определенному нотариусу. И документы наши все эти годы хранились у него. Что я вам не сказал? По деньгам. Техник нам обошелся в пять тысяч рублей, оформление в МФЦ 350 рублей. И дальше начинается интересное. В нотариусе нам сказали, друзья, дом почему-то оформлен был на одного человека, и чтобы разделить долю поровну на всех, вы должны заключить брачный контракт. Поэтому, друзья, если... Все, что мое, мое, все, что твое, наше. Да. После того, как мы заключили этот брачный контракт, это обошлось в шесть тысяч. И шесть тысяч, по-моему, на оформление нотариуса, да? Мы 12 тысяч нотариуса оставили. Да. Мы поехали в МФЦ. Опять в МФЦ, уже со всеми документами. Нотариус нам, кстати, занял где-то, наверное, месяц на все оформления, на все про все. И после оформления в нотариусе мы вновь вернулись в МФЦ. И теперь мы платим уже не 350 рублей, а где-то примерно по... За наши доли где-то по 1200, за детей где-то рублей 900, по-моему. Ну, расценки могли измениться. Сколько уже? Да, еще интересно, в МФЦ есть такая услуга. Может человек это все дело вам забить в терминал за 20%, по-моему. Либо вы просто стоите у терминала и монотонно в течение 10-15 минут это сами вводите. Мы, короче, решили сами, чтобы сэкономить, и получилось нам довольно-таки даже недорого. И все оформление дома, включая вот это наше... Обязательство. Включая наше обязательство, обошлось нам в 16 тысяч рублей. Если бы мы без обязательства были, то всего лишь в 350 плюс 5 тысяч. 5 тысяч 350 рублей. Это я имею в виду техник и МФЦ. 16 это выделение долей, плюс техник и МФЦ, то что ты за оформление. А, ну то есть 20 тысяч, значит. 20 тысяч рублей. Вот так. Я должен вам сказать такой момент. Бывают случаи, когда ваш дом не вводят в эксплуатацию. По какой причине это может произойти? Перечень причин для отказа приведен в пункте 6 и пункте 7 статьи 55 Градостроительного кодекса. Список оснований является закрытым и включает в себя отсутствие нужных документов, несоответствие объекта градостроительного плану, несоответствие объекта строительным нормам, отказ застройщика в передаче в уполномоченный орган одного экземпляра схемы земельного участка с обозначением мест расположения объекта ИЖС. Иными словами, если вы сделаете неправильные отступы, которые у вас в разрешении на строительство не числятся, посадите дом не там, где указал архитектор по пятну застройки, то, конечно же, вам могут отказать в оформлении вашего дома. Поэтому еще раз говорю, друзья, пожалуйста, получайте разрешение на строительство и советуйтесь с архитектором, потому что именно его комиссия и будет принимать ваш дом. По этой ссылке вы можете посмотреть подробнее про допустимые расстояния от объектов до забора и до межи. Я специально для вас его снимал. Я пытался максимально коротко изложить вам эту тему и надеюсь, она кому-то пригодится. Так, ну и теперь вполне закономерный вопрос, для чего в принципе это делать, если после оформления дома вы будете платить этот конский налог, который у нас в стране сейчас принят. Скажу так, во-первых, вы получаете все социальные гарантии, начиная от чистки снега в вашем районе, заканчивая тем, что вы можете подключить газ, потому как газ вам не подключат без оформления дома. Один из важных моментов, то, что вы теперь можете совершать все юридические движения с вашим домом без каких-то сложностей. Лично мы это сделали потому, что дом вводился уже по кадастровому учету, а исчисление налогов в то время еще в нашем регионе было по инвентаризационной стоимости. Поэтому мы попали под амнистию и не получали налог, а амортизация на дом уже идет. Также момент, почему мне это хотелось сделать, теперь мы можем строить все наши хозяйственные постройки, основываясь только на разрешении на строительство. В документах на ввод в эксплуатацию наши хозпостройки, которые мы в дальнейшем будем строить, они просто никак не зафиксируются, и налог, соответственно, на них не будет распространяться. А когда мы их построим или когда мы их введем, это уже другой вопрос. Главное, что мы имеем теперь возможность получить газ и можем не торопясь строить наши хозяйственные сооружения. Ну а мы, наверное, пойдем еще прогуляемся по нашему замечательному городу. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте жать колокольчик. Ну вот так, как-то так. Все, пока, пока. Сейчас мы на тренажерах занимались, уже отошли. Дочь осталась там еще дотренироваться. И девчонки у нее спрашивают, говорят, слушайте, а это у вас канал какой-то? А я такая, да, конечно, папа канал ведет. Они такие, а сколько у вас подписчиков? Она, да, дело идет к миллиону. Ну, так-то правильно же, ребят. Поэтому давайте подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пальчик вверх. И это, ну, молодец, молодец, классно. Ну, это история. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok